На пять дней отказаться от благ цивилизации и устроить себе настоящее приключение. Ребята со станции юных туристов и клуба любителей активного досуга готовятся к сплаву по реке Сырдарья. Почувствовать себя робинзонами решились четыре десятка человек. Но не опасно ли это? Любое мероприятие опасно, но здесь у нас, чтобы мы хорошо подготовлены, каждый человек, каждый ребенок и каждый сопровождающий обязательно будет в спаржилете. Это обязательно. Плюс у нас два спасательных судна. Будут сопровождать одно судно, это МЧС. На другом судне будут сотрудники медицинской службы. Все участники увлекательной экспедиции готовят к старту катамараны. У каждого судна есть свой номер и название, чтобы в пути не спутать, кто где должен быть. Ребята из станции юных туристов и клуба любителей активного досуга отправляется на пятидневное путешествие по реке Сырдарья на таких вот катамаранах. Такой плод выдержит около полутонны, то есть 5-6 человек плюс груз. Максим Волошин на сплав отправляется уже второй раз. Первое свое путешествие 25-летний парень помнит очень хорошо, несмотря на то, что с тех пор прошло немало времени. На этот раз Максиму отведена очень важная роль. Ему предстоит отвечать за группу детей. У них он за старшего. Вот именно с юными туристами Максиму не повезло в первой экспедиции. Дети были не подготовлены, то есть не все дети были подготовлены. А так в основном на подхвате. То есть кто-то кого-то подменял, кто-то кого-то. То есть это мы контролировали, чтобы нагрузка не была на детей большой. Ну, в первый день-два, конечно, дети начинают ныть. Почему? Потому что нагрузка, а потом уже как-то свыкается, начинает более-менее, тем более это нравится, это природа, это необычно. Юные туристы 5 дней будут сплавляться по сырдаре под руководством опытных наставников. К слову, ребята будут не просто отдыхать вдали от цивилизации. У них намечается экологический десант. Во время своего путешествия они будут убирать мусор, который оставляют после себя отдыхающие. А еще в программе экологической экспедиции «Рабин Занада» будут конкурсы среди рыбаков, охотников и соревнования на лучшего повара. Старт экспедиции дан от Байркумского моста. Участники сплава преодолеют примерно 70 километров. А завершится это увлекательное путешествие у Шаульдерского моста. Субтитры создавал DimaTorzok